Всем привет! Знакомые меня попросили подрезать вот эту вот великолепную дверь. Вес у нее, наверное, килограмм-сто с чем-то. Я вообще изначально не понял, из чего она состоит. Ну и, в принципе, когда резал, пошли искры. Я думал, какие-то гвоздочки попадаются, а оказывается нет. Вот здесь доска идет, это дуб, края из дуба, вот. А все остальное ДСП и здесь вот вставки металлические. Вот из этого вот она и тяжелая, потому что, в принципе, ДСП, оно не такое уже и тяжелое. А вот эти вот, ну, короче, пили гоплык. Я посмотрю, может быть, еще можно ее заточить. Ну, конечно, пострадало. И когда не знаешь, что делать, ну, может быть, лучше, конечно, отказываться от такой работы. Ну, когда знаешь, если знаешь, что эта дверь именно такая, бронебойная. Зачем я такую делать, я вообще понятия не имею. Ну, наверное, это, ну, есть такая технология, которая держит дверь именно очень сильно, крепко. Вот, мне еще предстоит обрезать вот здесь. Не знаю, как получится. Двой, ну, в принципе, то, что уже начал, надо доделать до конца, потому что... И вид, конечно, вообще некрасивый. Дверь вся 220 высотой была. А пришлось сделать ее... Придется сделать ее 2.0.4. Вот такая фигня. Так что, если что-то беретесь подрезать, конечно, убывайте. Если там в годе металл, потому что пилу придется новую покупать. Я, ну, тех денег не стоит, за что вы будете брать. Потому что цену-то вы назовете наперед. Ну, а потом скажут, ну, я же сам не знал, что здесь есть металл. Почему она такая тяжелая? Думал, дерево такое тяжелое, дуб. На самом деле, если не сделано, шпоном покрыто и все. На этом все. Если кому подошло это видео, понравилось, узнали что-то новое для себя, ставьте лайк, подписывайтесь, дальше будет еще интересней.